Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снова начинаю снимать влог. У меня сейчас младший сынок сидит дома, что-то он начал кашлять немножко, ну точнее у него уже все прошло. Вот, мы уже вылетелись, но до конца недели еще он у меня остается дома. Вот, и сейчас мы с ним поедем в магазин лента, но покупки из ленты я вам уже отдельно видео сниму, потому что я так понимаю, что не всем нравится их смотреть, поэтому отдельное видео, мне кажется, так даже удобнее, можно спокойно посмотреть, и в том числе и чек. Мама у меня сейчас тоже уехала по делам, и, кстати, мне кто-то из вас советовал магазин Bonpricks заказывать там, и у меня в этом магазине заказывает мама, но она там немного заказывает, нечасто, но бывает что-то себе там покупает. Она сегодня как раз поехала получать эту посылку, и я вам еще потом покажу в этом влоге, что она себе заказала. Ну так, у нее там какие-то по мелочи что-то она сказала, там чуть-чуть. Вот, ну в общем посмотрим. Ну, а мы с сыноркой сейчас поедем младшим в ленту. Девочки, вот по чесноку мне нужно купить масло, мне нужно купить хлеб-булку, мне нужно купить что-нибудь, ну из молочки такой там мужа, чтобы он с собой брал на работу. Вот, ну у меня любят тут как бы йогурты там какие-то, потому что я уже говорила, у него бывает такое, что он просто чисто физически не может нигде пообедать, вот. И он берет там йогурт или что-то такое, вот. Что еще мне нужно купить? Нужно купить фрукты, но по итогу, я вам говорю, опять целый, у меня будет целый стол покупок. Вот, в общем, сейчас пойдем одеваться с сыноркой и поедем в ленту. Сынорка моя, да? Что ты тут делаешь? Будешь играть? А мы с тобой в магазин поедем? Вместе. Вместе поедешь со мной в магазин? А что ты у нас любишь пить? Воду и сок мы пьем только, и все, да? И воду кружками. И чай. И чай еще, да? Ну чай тоже он обычно не допивает, да? А пьем только воду. И сок. Ну ты что, в магазин поедем с тобой? Да. Да, надо переодеться, а кто-то у нас в пижаме тут бегает до сих пор, да? Да. Умничка моя, одевается, да? Что поешь покупать? Кока-колу. Ну какую же кока-колу-то, ну? Ужасно, вот ужасно-то как, а? Да? Вот так, одевайся, молодец. Все, собрались, оделись, у нас погода хорошая, да? Погнем, рекучу. Да. Фоткаю. Фоткаю. Погода у нас классная, солнышко такое, да? Ну пошли. Фоткаю. Вот такое. У меня помощник пакеты несет мне, да? Да. Даже там будет. Да. Давай едем. Ну что, мы приехали в Ленту, и как всегда... Кто-то у меня заснул. И пока я сижу, жду, хочу, чтобы он немножечко поспал. Вот, ну вообще уж проспаться надо, потому что мы долго ехали, немножко пробки постояли. Вот. Я хочу ответить на вопрос, который мне уже, кстати, не разу давали. Это по поводу того, езжу ли я с мужем за рулем. То есть, когда я сижу за рулем, а можешь сидеть рядом. Девочки, нет, не езжу от слова совсем, потому что, когда я только сдала на права, он мне говорил, что я тебя там подучу и так далее и тому подобное. То есть, я начала ездить вначале по поселку. То есть, я отрабатывала, скажем так, поворот право, поворот лево, вообще все, ну вот, чтобы почувствовать габариты машины и так далее и тому подобное. И потом мы однажды с мужем выехали на трассу. То есть, у нас как бы с поселка выезжаешь на трассу, а потом только едешь в город, да. И когда мы выехали на трассу, мы доехали до места назначения, я поняла, что если я и дальше буду продолжать с ним ездить, то мы просто разведемся. Вот, честное слово, он сидел, знаете, вот эта вот ручка, которая здесь вот так, вжавшись в сиденье. Пока мы ехали, он, наверное, раз в 50 попрощался с жизнью, ну, мне, по крайней мере, так кажется. В общем, честно, тихий ужас. Он особо мне не делал никакие замечания и там еще что-то, но я-то знаю, как он на это реагирует. Чтобы вы понимали, у моего мужа стаж вождения более 15 лет. У меня 3 года только на сегодняшний момент. И вы понимаете вообще всю соль происходящего, да, то есть он уже, у него и машин много всяких разных было и так далее. Вот, кстати, меня спрашивают, как мне машина, я не знаю, нормальная машина, руль есть, педали есть, я как бы в них вообще не разбираюсь, не знаю, что это, какие у него должны быть параметры там и так далее. Ездим и ездим с ней вдвоем, все хорошо. И потом однажды я забирала своего мужа, кстати, с корпоратива. И как вы понимаете, в тот момент он был не в той ситуации, чтобы делать мне какие-то замечания по поводу того, как я езжу и все в этом духе. Поэтому так я больше не езжу, потому что я знаю, что он про это думает, пусть он не скажет, но весь его вид будет, знаете, что человек уже все, уже, все, уже попрощался с жизнью. Ну, вот, потому что я по-любому убью его машину и все в этом духе. Поэтому нет, не езжу. И могу вам сказать так, что если вы нервничаете, когда муж сидит рядом, ну, не ездите его с мужем, ездите одна. Выучите какой-то вначале, не знаю, маршрут там, например, от дома до магазина. И ездите по нему уже, когда почувствуете машину, почувствуете габариты, поймете как, что, куда, то расширьте свой маршрут и так далее. Все по чуть-чуть. Ну, бибикают вам, ну, пусть они бибикают сколько вам угодно. Я не знаю, я вообще никогда не обращаю на это внимания. Сделайте музыку погромче. И все, и как бы не слушайте никого. И, кстати, я до сих пор так и не научилась за три года ездить, заезжать на парковку задом. То есть носом я умею заезжать, задом я не умею заезжать. И я вам уже просила, причем неоднократно объяснить мне, как это вообще происходит, но садиться с ним за руль и парковаться я не буду. Потому что я знаю, что это закончится все тем, что, ну, я на него точно начну ругаться. Поэтому нет, и, ну, нервничайте, не езжайте. По чуть-чуть, сама понемножечку. Мне так даже на самом деле наоборот лучше. Потому что, когда сидит рядом муж, мало того, что он нервирует, так он еще... И, ну, знаете, всегда думайте о том, что он поможет, да, что есть кто-то, кто вам поможет. Вот, поэтому, когда одна, мне как-то вот легче, проще. Ладно, у меня тут уже кто-то начинает просыпаться. Я надеюсь, я ответила вам на вопрос. И не отчаивайтесь, не надо думать. Вот я тоже, когда получила права, мне тоже было поначалу страшно ездить, честно признаюсь. В особенности, когда я попадала в какие-то там, я из-за, нелепой ситуации, или когда мне бибикал кто-то. Ну, да, вот приедешь, бывает, домой, думаешь, ну, блин, так страшно было, что не хочется больше ехать. Девочки, я вам дам только один совет. Это ездите. Чтобы перестать бояться машины, нужно ездить постоянно, на постоянной основе, чтобы хотя бы пару раз в неделю вы куда-то выезжали. Чем, вот я, например, чем дольше я никуда не езжу, тем сложнее мне потом первый вот раз сесть за руль и выехать. Излишняя самоуверенность тоже ни к чему хорошему не приводит, но все же более уверенной в себе я становлюсь, когда езжу постоянно. То есть, когда каждый день я сажусь за руль и еду, пусть даже по одному и тому же маршруту, но у меня как-то больше уверенности. Вот, ну ладно, у меня тут просыпается, мы уже пойдем в магазин. Такой тоже пил. А вот такую и не пил. Вот такую, да. И здесь черная. И здесь черная. Мама, мы с тобой молочи, да? Да. Все, мы закупились. Маленький у меня жует. Что ты кушаешь? Сосиску в тесте, да? Да. Вкусно тебе? Сказала, что он голодный. А я сейчас буду кушать вот эту штучку, которая с белым шоколадом. Я вам про нее уже говорила не раз. Она очень вкусная. Вот так вот она выглядит. Просто вкусная. Сейчас поедем, заберем старшего садик со школы и маму мою как раз заберем. Да. Да? Да. Кто-то уже жует. В общем, всех забрала, едем домой. Да? Я вам сказала на Бонприксе. Оказывается, не на Бонприксе, а на Вильбериксе. Вот. Ну давай, показывай. Это магнитики. Это мне для вышивки. Зачем они тебе? Ну иголочки прикреплять. Там нитевдеватель. Такой вот. Там распродажа была, поэтому у меня все с распродажей. Теперь вот такая вот. Что такое? Это называется рожок для обуви складной. Вот так вот чехольчики. И вот такой вот. Вот такой маленький. Вот такой маленький. Ого. Да. Некоторые покупают детям. Сколько он стоил? Не помню. Не помню. Я вам ссылки оставлю. Да. Некоторые такие детям в школу дают. Когда вот физкультуры там вот. Ну да. Он такой железненький. Видите? Прилепляется. Что хорошо. Ну надолго. Должно надолго железненький хватить. Вот это все это. Главное, что удобно. Чехольчики. Так вот. И все. Вот такой вот. Чехольчик кожаный еще. Да. Дальше. Вот. Потом. Это называется антистресс. Да. Кстати, я на такие тоже смотрела в этом буквоеде. Да. Там тоже была распродажа. Это все. Это вот там скидки. Сейчас там. Поэтому вот. Вот я купила такую вот. Может раскрашивать? Да, буду, чтобы не с тобой ругаться. Никого не обижаться. Как пойду раскрашивать, значит, я на что-то обиделась. Вот и все. Я опять что-нибудь с магазина не привезла, да? Кстати, между прочим, не привезла. А что я должна была привезла? Маргарин не привезла. Я тебя просила. Я масло сливочное купила. Ну что? Одну штуку. Это нам на неделю хватает. О, я тебя сайхер-по закажу. О, видишь тут всякие? Ну, понятно. Да, тут интересная серия вот такая вот есть. Вот было тут. Видишь, цветы. Вот была катартерапия и вот эти. Вот тут вот зима такие. Понятно. Ну и, соответственно... Карандашки. Ручки. Это гелевые. Гелевые, да. Угу. Вот. И шапку себе. В принципе, заказ был из-за берета. Вот. Вот это такого беретика. Он тоже был по скидке. Фирма называется... Дилана. Ну, это Россия. Дилана какая-то. Угу. Вот. Вот он такой вот. Прямо даже... Самый левый. Да. Он такой плотненький. Такой, как драповый пальто. Угу. Вот такой формы. Поверю. Вот такой вот. Вот так вот. Красота. Вот так вот. Ну да, это тебе хорошо. У меня мама по WhatsApp просто присылала фотографии. Она заказывает. Приезжаешь ты куда? В пункт выдачи, да? Да. Пункт выдачи, доставка бесплатная. Хотя есть некоторые какие-то вещи платные там. Да. И выбираешь из-за несколько шапок, меряешь и выбираешь то, что тебе подходит. Вот. И мама мне по WhatsApp там слала. Да. Какие выбрать? Нет, ну там интересно. Там по фотографии... Вот последняя шапка серая такая. Она была такая вроде вид хороший-хороший. А посмотрела, ну такое ощущение, что вот ее сто раз стирали. Угу. Еще, да, такая? Ну да, мне нравится. Симпатично. Шарфик теперь у меня есть. Вообще же есть шарфик. В общем, все. Вот так вот. Кстати, вот эта штука хорошая. Да? Угу. Что-то говорит, а я не знала. Я говорю, так надо, я говорю, там все на распродаже. Я говорю, надо все смотреть. Так что вот такой вот у мамы был заказ. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Вот. Следующее уже выйдет у меня видео о покупках с магазина ленты. Как всегда, я маме что-то не купила. Мама меня все время просит маргарин. Но я не хочу покупать маргарин. Я, честно вам признаюсь, я хочу заказать с Айхерба. Знаете, там есть такая замена маргарина. В общем, когда закажу, я вам потом покажу. Начиталось много, много об этом средстве. Там какой-то из каких-то коров. Ну, не из коров, а из молока каких-то там коров, в общем, которые пасутся на лугах. То есть такая хорошая замена маргарином. То, что мама маргарин хочет использовать на различные соусы и тому подобное. В общем, на сегодня я буду заканчивать этот влог. Я надеюсь, он вам был интересен. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok